это фурвакуумный насос который нашему проекту дал один хороший человек вот я его начал уже разбирать чтобы показать что там внутри собственно говоря вот уже снял вот эту вот крышку она здесь вот так вот она здесь одевалась внутри всякая фигня вот и переходим к самым интересным это вот вот этому блоку вот эти четыре болта я уже вывернул они были вот здесь вот вот так осталось осталось остались вот эти два они так слабо держат слабо затянуты вот первую часть снизу Главное, чтобы ничего отсюда не разлетелось, весь роторный, квастинчатый роторный механизм. Возьмем отверточку и придержим, что там есть, что я вижу, что там что-то есть. Ну, это вроде бы нормально. Итак, готово дело. Вот такая вот штука. Здесь сальничек, вот здесь вот, здесь вал. Так, заодно посмотрим, стоит подшипник, в принципе, на самом деле здесь подшипник вот такой вот, если видно там на камере будет, вот такой вот, с такими вот здесь штучками, ну, в общем, я так понимаю, это медный подшипник. или латунный. Такое. Ну, есть выработка здесь. Так, хорошо, эту штуку мы сейчас уберем. Это вторая ступень, вторая, вторая ступень двухступенчатого насоса. можно посмотреть, как она реализована. Вот она здесь вот хорошо видна. Сейчас, например, покажу чуть-чуть получен. чтобы лучше посмотреть принцип работы пластинчатого насоса. Я ему снял крольчатку и сейчас его буду вращать от руки. И здесь можно будет посмотреть, как это все работает. Работает она достаточно примитивно. Вот они, собственно, сами пластинки. Как видим, здесь даже осталось еще масло. Ну, я ее туда поднажиму, чтобы она не вылетала. И работает вот таким вот образом. Только, по-моему, если я не ошибся, в другую сторону. Наверное, вот так. Забираю и выводя все это на выход. Вот в таком вот виде. Всего лишь два, всего лишь две пластинки, за счет которых все и работает. Маслица здесь немножко есть специального вакуумного. Можем эту штуку, конечно, оттуда вынуть. Если она не сильно подпружинена. Сейчас посмотрим. Конечно, не очень хорошо все это делать руками, но... Да, все это естественно подпружинено. Вот, а там мы видим уже переход дальше. Наверху, вот здесь вот наверху маленькое отверстие. Это, видимо, перепускное отверстие из первой камеры. Вот, что там видно еще? Я даже сам не вижу, что там еще видно. Вот. Нет, перепускное отверстие, видимо, он там справа. Его вам здесь не очень видно. Вот там вот справа вверху. Видны некоторые следы работы уже этого насоса. Сама вот эта штучка. Мы ее сейчас сюда обратно вставим, чтобы она у нас не разлетелась. Так что держать ее здесь тяжело. Постоянно. Вот. Вставляется она только в определенном положении. Оп. Готово дело. Вот характерный звук этого насоса. Это отверстие, через него проходит маска, которая здесь залита до вот этого уровня. То есть здесь все в масле уплотняется, все в масло. Дальше посмотрим вторую камеру. А, вернее, первую. Она же у нас первая. Открутили. Еще. И почему-то она не снимается. А, вот и все снимается. Так вот раз пластинки не вылетают. Кладем его сюда, на относительно чистую тряпку. И снимаем вот эту штуку дальше. Она просто на масле приклеилась. Вот. Они настолько притертые. Раз. Готово дело. Что мы здесь видим? Мы видим очередные два болта. Ну а что ж, надо добраться до лестера и до самой, до самой первой камеры рабочей. И даже двухступенчатый насос. Так что... Затянут все вообще на самом деле очень слабо. так, 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 разбираем. Абсолютно такие же болтики. Так, здесь выработка, конечно, присутствует. Вот это вот. Ну, в общем, все достаточно хорошо. Так, где у нас тут верх? Где низ? Кто его знает? Ну ладно. Не суть важна. Не суть важна. Так, ну вот она первая. Первая ступень насоса. Здесь вот это и есть небольшой ход. Но это вполне нормально. Так, попробуем вынуть и эту штуковину. Главное, их не перепутать между собой. А их и не выйдет перепутать. Потому что они по-разному сделаны. Одна вставляется в другую. Так, как ее тут взять-то, чтобы это все не улетело в грязь, не ударит в грязь лицом, что называется. Оп, там такой же сальник стоит. Вот вся эта штучка, чтобы было видно. Вот такие вот здесь рабочие выпуски. Ну, в общем-то, все достаточно просто выглядеть пластиковой пластины. Так. Ну и осталось самое последнее, чтобы прочистить все это основательно. до того, вот здесь же здесь вход. Вот он здесь, я так понимаю, газобалластный механизм. Ну и поэтому хотелось бы уже прочистить здесь все до конца. Посмотреть в каком это все состоянии. Потому что насос работал. Насос работал много. И, наверное, там уже за время его работали. Скопилось столько в грязь. Так вот мне нужна еще тряпочка. Поэтому сейчас возьму еще тряпочку. Весь перемазался в этом масле вакуумным. Ну, вроде бы оно не опасное. И не токсичное. Ну, смотря что им, конечно, перекачивали, я не знаю. У предыдущего владельца этого насоса в лицо я не знаю. Поэтому, что он там качал, вообще неизвестно. Ну, надеюсь, ничего криминального. Ну, что ж, идем дальше. Очередные два болта той же самой конструкции, которую мы уже раза три или четыре здесь видели. Тоже еле затянуты. Откручиваем. А, нет, они вроде бы подлиннее. Все сразу нафиг падает. Да, последние, последние болты подлиннее. Последние два болта длиннее. Надо будет не забыть при сборке. Вот эта часть. На форумах много пишут по поводу того, нужно ли шлифовать вот эту вот поверхность. Ну, видите, что она здесь такая. Вот сейчас я вытру. Ну, она имеет некоторые риски там. Сейчас на нее наведется. Вот. Ну, видно, что там есть небольшие потертости, да? Но дело в том, что эти потертости, они уже достаточно пришлифованы к пластинкам. Поэтому, ну, по крайней мере, на тех форумах, что я читал, на чипмейкеры и прочем не рекомендуют заново все это полировать. Потому что потом просто нереально их будет притереть. Они будут пропускать. Вот. Ну, что мы здесь вот увидим? Вот она вот так вот стоит. И в ней все это вращается. Значит, вот с этой стороны. Что здесь? Сейчас я немножко от камеры отъеду. Наверное, отъехать можно быть даже через физически. Вот так вот. Вот так. А что здесь у нас видно? Вот эта штука для выпуска излишнего давления. Значит, вот у нас выпускное. Где оно там видно? Не знаю, не видно. Вот выпускное отверстие. Сюда вот все это выходит. И оно перепускается в следующую, на вторую ступень насоса. Если, видимо, здесь давление уже излишнее, избыточное, то открывается вот этот вот специальный перепускной клад. Вот эта штука. Значит, соответственно. А, и где вход у нее? Вот если она стоит вот так вот. Вот так вот она стоит. То вход у нее, соответственно, вот с вот этой стороны. Видите, вот эта вот штука. Зачем-то там еще три таких интересных отверстия. Ага, там не видно. Вот там еще зачем-то три вот таких вот интересных отверстия. Но это не суть. Теперь, значит, надо разобраться с тем, где у нее вход. А вход у нее, в этой штуке, вот эта вот, да. Она расположена напротив прямо вот этого. Но здесь уже, в общем-то, все. Там, я так понимаю, смысла разбирать дальше нет совершенно. Потому что это вот только вот эта пластина. Только вот эта пластина прикручена и все. То есть, что смысл лезть туда дальше? Совершенно не вижу. Там можно будет только разве что... Ну, я вообще хотел прочистить все вот эту вот штуку. Вот весь этот механизм там внутри. Ну, я так думаю, что здесь просто нет смысла этого делать. Потому что мы это не разберем никак. Там такая же полированная плоскость, поверхность. Вот. И просто одно к другому прикручено. Я так думаю, что на самом деле мы на этом ограничиваемся. Теперь, что мы сделаем? Мы весь этот вот насосик надо промыть. Все вот это вот очистить. Залить новое вакуумное маслице. ВМ какой-то там у меня есть. Тоже добрый друг дал. И собрать и запустить. Вот это и будет все дело, вся работа. Остальное то, что здесь есть небольшой износ. Но это достаточно мелочи. На этом все.